Музыка Как выходить из этой ситуации мы просто пока короче не знаем Музыка Всем салам, вы на канале в Тариак Ченел Закончилась пока эра Нивы на втором канале Вот, много слишком ее было Мы ее отогнали, она у нас сейчас стоит в другом городе Ей меняют компьютер, там возятся с проводкой Короче, подготавливают машину под прописку Нивой занимаются, естественно, скорее всего нам уже она на подъемнике не нужна будет Пожалуйста, сделай так, чтобы мы ее больше не поднимали на подъемник О господи, я тебя умоляю, услышь меня Это что касается Нивы Теперь очень много, прям очень много вопросов Что в комментариях на канале, что в инстаграме Куда делся проект Гонза Е34, Е34, вот он, ребят Проект не забыт, он никуда не делся, мы его просто отложили до зимы Зима наступила, теперь мы им потихоньку-потихоньку будем заниматься Так как, в принципе, очень много времени уделили Ниве И то, что мы хотели, в принципе, то мы и сделали, но еще не до конца Поэтому есть окошко, чтобы заняться вот этим проектом, который я, в принципе, изначально начинал Вот, чуть-чуть мы под него подзабили, чуть-чуть подутихло там и так далее Это все понятно Но, надо, как говорится, отвечать за слова и доделывать этот проект Что мы и будем делать В итоге откатили мы ее, вот, и столкнулись с рядом проблем Таких проблем, которые надо как-то решать И сейчас, вы видите, под машиной лежит бампер Там тоже различные ее кузовные детали и так далее То есть, парни уже начали прикидывать обвес То есть, что сейчас машина требует в себя В прошлых сериях, вы видели, мы установили уже сюда двигатель М62, Б40, ну, 4,4 литра в народе называемый Вот, поставили, сделали жестянку Были места, которые были насквозь гнилые Вот, все это, отсюда всю эту гниль убрали, естественно Поставили вуд, вынесли его вперед, как на сороковых бывает Дилемма была, куда поставить масляный стакан Очень много картинок, очень много форумов Что мы только не прочитали и решили поставить его все-таки вот сюда Сделали ему здесь крепление специальное, очень аккуратное Даже не скажешь, что это не подзавод Теперь, чтобы поменять масляный фильтр, нам надо будет снимать фару Ну, ничего, это кастом Никуда от этого не денешься По-любому, какие-то трудности ты должен испытать М60 сюда садится намного легче, чем 62 Вот, ну, реально намного легче Потому что у него масляный стакан вот здесь Дальше, что мы сделали? Мы выровняли вот эту часть Вот эту часть, если помните, она была забитая Не знаю, зачем это делали, но кто-то делает так Мы решили сделать все немножечко покрасивее Мы вернули все на место, отстучали, сделали под него тоже крепление Вот оно, даже не скажешь, что это крепление какое-то тоже не заводское Вот, сделали крепление под гидравлику В общем, все сделали, поставили Многие также ставят за место расширительного бачка Используют расширительный бачок от Ваговский От Полика там или еще чего-нибудь там от Гольфа Там он круглый, ставят его в тот угол Мы поставили родной от М60 Засунули его сюда Поставили все, примерили, одели там и так далее Вот, сел нормально, все четко Единственное, надо снизу подогревать пластик Чуть-чуть его, чуть-чуть прям подогреть Согнуть, чтобы он, ну, нормально сел В общем, все это стоит По сути, здесь у нас уже работы такой нету С капоткой, по идее, мы закончили Осталось у нас что? Найти ему место под омыватель И разобраться с воздушным фильтром Так как заводской воздушный фильтр Короб воздушного фильтра Сюда больше не садится Надо решать Решать как-то Либо это делать с нулевиком Либо еще что-то Но это уже такие мелкие вопросы До которых мы впоследствии доберемся Что у нас сейчас вообще делается по проекту Что мы будем делать? Мы снимем двигатель отсюда Снимем все, что мы сюда уже накинули Навесили Потому что все это, ну, нашло свои места Скинем И будем дальше заниматься жестянкой Здесь осталось очень немного Очень-очень совсем мало Мест, куда должны притронуться руки Святые руки Баряна Вот, это надо от жестяней двери Там и так далее То есть подготовить автомобиль к покраске Вот, к покраске Мы так думали Понимаете? Мы думали, что сейчас все мы скинем Все будет нормально Мы сейчас подгоним обвес Там, наденем на него крылья Там, фарту там и так далее Все выровним, все поснимаем Поскидываем Найдем маляра И отправим машину на малярку Но оказалось, что хуй нам Вот, мне лично Вот, кидает эта машина Объясню почему Машина 1987 года Это первый переход Насколько я знаю Второй переход пошел с конца седьмого года Конец седьмого и начало восемьдесят восьмого года Она у нас была и есть Первый переход То есть, когда мы его покупали Здесь уже стоит задняя часть Фартук Только фартук Стоит от второго перехода Кто не знает, что такое второй переход Это широкостопая Ее очень часто называют широкостопая Это широкие стопы У нас есть, как вы знаете Кто смотрел, наблюдал Обвес Оригинальный обвес МТ-2 МТ-2 В народе его называют Под второй, естественно, переход Мы столкнулись с тем, что спереди все четко садится Все четко Весь обвес садится охуительно Потому что там легко Там просто меняешь передний фартук Он держится на болтах Снимаешь его Ставишь от второго перехода И все у тебя туда четко Чин-чинарем залазит С жопой Произошла жопа Оказалось, что крылья-то Крылья-то у первого и у второго перехода Разные Разные арки там и так далее Они не похожи И не вариант посадить, блядь, бампер от второго перехода Меня самого вымораживает это, блядь Постоянно Блядь, 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 блядь Как сапожник, блядь Никак не садится задний бампер от второго перехода Тем более, это не просто бампер Это обвес Вот имеется в виду МТ-2 Он никак не садится Ну не садится он Он длиннее Он вылазит вот сюда То есть есть разница Колоссальная И теперь мы уперлись Что-то надо делать с задницей Что-то надо с ней придумывать Что с ней надо придумать Чтобы посадить туда обвес Сюда Я другого выхода не вижу Как менять ей задницу Ну много вариантов можно придумать Там порезать, подрезать, нарастить Купить отдельно арки ремонтные Если они продаются вообще А может они не продаются совсем Вариант, что нам надо делать с этой тачкой? Тай заварить Тай заварить Если вы не механик И не любите вот эти вот, блядь, вещи И не любите с ними убивать свое время Да, если вы спортсмен и увлекаетесь спортом Тогда смотрите спорт с нашими друзьями OnePix, ребята А для новичков есть специальный бонус Страховка до 10 баксов По моему промокоду Вот поэтому вы можете получить До 100 условных единиц На первый депозит при первой регистрации Ну или если вам по кайфу Воспользоваться вот этим Вот этим QR-кодом В итоге попадалово, пацаны Реально попадалово Сейчас у нас Вот такая вот ситуация с тачкой Мы думали, все будет намного легче Оказывается, нет Придется опять лезть в жестянку Мне, нам очень сильно нравился Кузов этого автомобиля Он прям на самом деле очень не тронутый, ничего Он прям вот шоколадка, а не кузов, понимаете Для 87-го года Но так случилось, что вот Либо нам надо делать Франкенштейна То есть назад ставить обвес от первого перехода А спереди, чтобы он остался от второго перехода И то не получается, потому что на втором переходе здесь стоит листва Искать жопу, хрен с ним мы ее найдем Где-нибудь в России мы ее найдем Купим, привезем, поставим Окей Если мы не хотим трогать задницу То у нас получается как МТ-1 Тот обвес, который у меня сейчас есть Он полностью оригинальный Он стоит, ну, хороших денег, будем говорить Бушный В круг 1150-180 Найти В таком же состоянии МТ-1 обвес Вообще нереально Их просто нету Ставить стеклопластик сюда Я вообще никак не хочу Чтобы, ну, опять непонятно, что получилось У меня есть оригинальный обвес Я хочу его сюда поставить Либо же так искать Передний, первый переход обвес Либо же что-то делать с задницей И сейчас, конечно, легче поискать То есть обвес Уебинизировать отсюда вот этот фартук Просто убрать его Поставить в заводской Под узкие стопы И все И собрать его на узких стопах Ничего, никуда Никакие лонжероны не трогать Не резать Никакие крылья Ничего Просто закинуть сюда Обвес от первого перехода И все И будет тебе счастье Второй переход обвес Просто он красавчик МТ-2 это просто вот Ну, что-то нечто Поэтому, наверное, скорее всего Не знаю даже, что делать Вот Ну, реально, что делать Мы пока не понимаем Короче, как Вот, ну, мы столкнулись с тем, что Как выходить из этой ситуации Мы просто пока, короче, не знаем Думали, будет легко Сейчас все это подкинем Наметим Сделаем разметки Понакидаем обвес Сделаем дырочки Да, там под листву Накинем обвес Там задний бампер Передний бампер Я же говорю С мордой вообще проблем нет Но оказалось, что вот так вот Так что машина пока На покраску не поедет Не поедет до тех пор Пока мы не решим вопрос С жопой Как-то так Поэтому Сейчас мы, наверное Будем созывать консилиум Наберем Бараку Обаме Трампу Потом наберем Засохову Еще кому наберем Тимати может набрать Давай соберем Весь Blackstar Ладно Пойдем думать Если остается этот кузов Тогда нам надо Крылья Ну если на этот Нам нужны крылья Нам нужны внутренние арки После крыла что идет Да Он к нему варится И Задний фартук Включена Нужна задница Ну да Чтобы мы с нее вырезали И сюда вваривали Получается так Есть еще такой вариант Что купить донора По сути Купить донора Который уже готовый Ну типа второй переход Вот раздеть его Перекинуть на него Все что мы делали То есть мотор Все вот эти дела И уже без головных болей Закинуть туда Обвес Правильно Да Чтобы кузов остался целый Чтобы мы его не резали Вообще Если мы будем трогать жопу То лонжеронная часть трогается Сзади Сзади трогается Да Потому что там Когда это для усилителя Вход другой Он тоже будет трогаться Переделываться Короче вот такой вариант Ну я думаю Это самый идеальный вариант Вообще по идее Самый идеальный вариант Найти автомобиль Уже второго Но Это идеальный вариант Но это практически Невозможный вариант Потому что кузова уже убитые Они все переваренные Перебитые И найти хороший вариант Именно Достойный автомобиль Под донора Чтобы воспользоваться Его кузовом Это очень тяжело Надо короче Ну это идеальный вариант Да Как я понимаю Найти просто Хороший кузов На нее поставить Вот этот обвес И она будет Кукла Если найти машину Просто Жалко этот обвес И этот обвес Жалко резать Под этот кузов Вот такие вот Короче пироги Ребят У меня бабка одна есть Она гадает на кофе Отщептать может? Я думаю Да Адрес не остался? Есть Ну на кир Четвертый поворот Заходи Заезжать наручную К бабке Или в бабку Дешевле конечно взять Жопу Отрезанную Но это опять Трудоемко Менять жопу Из-за обвеса Целиком Целиком С лонжеронами С лонжеронами Да Уже меняется целостность Да Автомобиля Можно ее приварить Но опять таки Это уже не завод Швы Франкенштейн Да Швы Да Можно грамотно сделать Сместить Где рез Их сместить На несколько Там У нас Два варианта Либо мы делаем Из нее опять МТ-1 Первый переход Либо мы делаем Либо мы покупаем Уже тогда Донора Или можно Вот этот обвес Тогда поменять На первый На первый переход Да Но нам тогда Фартук Надо жопу Тоже менять Чтобы делать Его под Первый Да Но жопу Жопу Там только Придется Фартук Переварить Лонжероны Вот мы фартук Да Ну как Он сейчас И сделан По сути Ну да Мы поставим Обратно Фартук Только надо Заужение В фарах Опять сделать Переделать Заужение Фары Ну то что Надо Дырки Чтоб там Не было Но само Крыло Целостность То что Где он Заварен И где он Там латунью Или чем Они там делают Это остается Заводское МТ-1 Вообще Не вариант Найти В оригинале В оригинале Это будет Очень невозможно Сделать Практически Чтобы он Полностью В оригинале Был Здесь Он полностью В оригинале Есть Считать То что Здесь Все крепления Целки Целки Абсолютно Все кнопки Все крепления Вся вот эта Шушера Блин Они новые Есть все Что поставить Этот обвес То есть Ничего тебе докупать Не надо Здесь Вот Ну все Целочное Абсолютно Все есть Даже Не вот эта Губа Все новое Сейчас передний Сейчас МТех Один возьми И опять Заклепки Маклепки Все это Докупай Нам надо Найти Жопу Чтобы мы С нее Срезали Понял Да С запасом Пробезли сюда Жопу И я С нее Высверлю Все моменты Которые Нам нужны Будут Чтобы Собрать На нее Жопу Вот так Давай Поищем Жопу Тогда Вообще Невозможно Найти Что-то Нормальное На рынке Либо Это Слишком Дорого Либо Это Слишком Убитое Пиздец Я в Ахуя Вообще Ничего Нету Ниже 300 тысяч Искать Смысла Нету Вообще Никакого Конечно Идеальный Вариант Найти Кузов Где ты Его Найдешь Донора Имей Цель Ну Чтоб На него Собрать Найти ну чё ребят на этом наверное мы завершим серию вот вы видите собрали мы мудак этой тачки собрали бампер поставили обвес перед в общем накинули просто посмотреть ведь выставили зазоры поставили крылья вот и все равно сейчас смотришь да машина сама черного цвета но когда смотришь на нее вот этот элемент красный до бампера и все равно вот но желание возникает покрасить ее в красный именно цвет очень красивый красный цвет который называется и мало red и мало или и мало ну скорее всего и мало и им красились дельфинчики не 60 x5 тоже был были цвета красный вот он именно и мало red 50 даже 39 к по-моему в таком цвете есть вот и от смотришь и вот прям вот бросается в глаза 30 красный цвет это вот что-то одно целое для 30 в красном цвете смотрится просто божественно до в черном цвете она тоже смотрится красиво но в красном это вот отдельные его это искусство какая-то отдельная тачка поэтому для вот у меня опять сейчас сокрались сомнения по поводу в какой цвет ее красить потому что я в голове остановил себе черный но в час когда это все накинулась у меня опять да что-то внутри меняется я хочу красный яркий потому что 30 в красном цвете смотрится ну на самом деле очень красиво и так с рожей мы разобрались остается у нас что остается у нас жопа с жопой будем думать что быстрее потому что найти нормальный донор сейчас на рынке очень тяжело все покупать донора донора да то покупать его хотя бы комплектного не отжаренного чтобы с него можно было еще что-то снять там обшивки там оклипсы салон панель там люк еще что-то там ну то есть полностью чтобы его взять его допустим перекинуть сюда такой донор на рынке сейчас стоит это 1600 600 650 брать сейчас что-то ниже ну там допустим тысяч триста да это кузов это где ты не угадаешь в каком он состоянии то есть он будет 2 перехода все он будет более или менее там какой-то то есть так или иначе для в кузов ты будешь внедряться но если смотреть опять же в этой ценовой категории там опять нету того нету сего блять потому что машины старые 80-х годов они максимально одрюченные отжатые салоны которые у кого уже брат стоит там другой салон то есть как донор в принципе он не идет поэтому не знаю наверное я буду склоняться все-таки к тому чтобы переварить жопу зная этот кузов переварить жопу да получится какой-то франкенштейн но очень многие люди так делают потому что кузов здесь реально ну блять сказочном состоянии не знаю мы еще подумаем подумаем парад поразвесим пораскинем мозгами но факт уже вот ну что-то 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 начинает появляться в общем вот такие дела ребят как это будет дальнейшем вы естественно увидите уже в следующих сериях по проекту и 30 гонза ну на этой ноте попрощаю с вами спасибо за то что смотрите нас спасибо что терпите нас спасибо за то что проявляетесь какие-то терпения подписывайтесь на канал вторяк channel подписывайтесь на мой инстаграм массата channel official также на века ну и кто не знает о существовании моего основного канала это сада channel просто проходите все ссылки будут в описании следите за проектом следите мы обязательно его сделаем у нас есть целая зима для того чтобы к весне и там ближе к лету выкатить уже готовый проект поэтому следите подписывайтесь ставьте лайки ставьте дизлайки обязательно комментируйте это видео не очень важно ваше мнение все-таки по покраске автомобиль вот может кто-то подскажет где есть хороший донор пусть не раз таможенный донор будет да там но будет хороший готов купить там не раз таможенную машину за адекватную сумму не там пол миллиона или еще что-то да я готов прикупить посмотреть там или еще что в общем на такой ноте мы с вами прощаемся увидимся скоро на вторике с каким-нибудь из проектов либо него либо бмв всем удачи всем пока а